МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поговорить с президентом, с какими проблемами нижегородцы обратились к главе государства во время прямой линии. Водоемы подъезда. Почему жители дома на улице Совнаркомовской не сильно довольны подготовкой к чемпионату мира по футболу? Сострадание к животным. Где обучают этому навыку с самого детства? Подсуд за батут. Владелец парка развлечений ответит за сломанный позвоночник девочки-подростка. Знакомая мелодия от Натальи Аррера. Чем удивила футбольных болельщиков уругвайская актриса и певица? О главных событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем вам. Прямо сейчас в эфире службы новостей. Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Итак, нижегородцы не теряют надежды быть услышанными. Доведенные до отчаяния жители региона решили кричать о своих бедах на всю страну. Они записали видеообращение к президенту с надеждой, что ответы на их наболевшие вопросы Владимир Пусин даст в прямом эфире. Одна из наиболее острых проблем, с которой нижегородцы уже несколько раз обращались к президенту – жилой комплекс новинки Smart City. Его на протяжении долгих лет не могут достроить и сдать в эксплуатацию. Директора компании-застройщика «Квартстрой» скрываются за границей, в то время как более двух тысяч многодетных и малообеспеченных семей вынуждены оплачивать проживание в съемных квартирах и вносить платежи по ипотеке за жилье, в которые никак не могут заселиться. Местные власти нашли инвестора, который готов достроить дома, но проблема нижегородцев по-прежнему не решена. Готов завершить строительство долгостроя, но по непонятным причинам, а порой даже абсурдным, не может зайти на стройку. Местные власти всячески затягивают сроки, но принятие решения осталось менее трех месяцев. Инвестор не может ждать вечно. А что дальше? Достраивать своими силами? Не осталось уже ни сил, ни средств. Обратились к Владимиру Путину и жителей поселка Пыра. К 2010 году их обещали обеспечить газоснабжение. 14 лет назад установили часть коммуникаций. На этом процесс газификации Пыра остановился. Вместе с тем появилась и новая проблема – водоснабжение. Решить ее местным властям, видимо, тоже не под силу. Мы воду покупаем, потому что из крана течет рыжая вода. Но еще одна водная проблема региона – незаконная застройка в районе озера Глубинка в Держинске. Разрешение на размещение яхт-клуба на этой территории было выдано с нарушением водного и лесного кодексов. Борьба активистов успеха не принесла, и теперь неравнодушные борются за сохранение лесов. Ведь местный дендропарк в скором времени может пойти под топор. В прошлом году были выполнены работы, позволяющие их сохранить. Но областное министерство экологии тормозит принятие паспортов на охраняемые природные территории без каких-либо юридических оснований. Хочется верить, что федеральные власти откликнутся на обращение нижегородцев, и обманутые дольщики спустя несколько лет смогут заселиться в своей квартире. В Пыре появится газ и чистая вода, а жители Дзержинска смогут сохранить природное наследие. А тем временем в Нижнем Новгороде очередные кадровые перестановки. Бывший глава городской администрации Сергей Белов покинул пост генерального директора Нижегородского водоканала. Его должность в организации занял Николай Николюк. Подробнее об этой и других новостях расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». До назначения в Нижнем Новгороде Николай Николюк занимал должностью первого заместителя генерального директора водоканала в Перми и Волгограде. Отмечу, что в ближайших планах нового главы Нижегородского водоканала – реновация ветхих коллекторов и замена аварийных водопроводных сетей, а также модернизация очистных сооружений. 8 июня в Нижегородской области начнется избирательная кампания по выборам губернатора. За кресло главы региона планирует бороться Глеб Никитин, председатель Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, глава МСУ Первомайского района Елена Лебеднова, военный комиссар региона Владимир Паков, депутат Госдумы Александр Турдюмов, депутаты Нижегородской думы Игорь Богданов и Александр Разумовский и депутат областного ЗАГС Собрания Галина Клочкова. Выборы состоятся 9 сентября. Нижегородские Кремли обещали восстановить к концу этого года. Напомню, деревянные и металлические кровли Северной, Белой и Георгиевской башен были сильно повреждены ураганом. Полностью разрушены кирпичные опорные столбы с внутренней стороны стены между Георгиевской и Борисоглебской башнями. Также деформирована кровля над пристроем к Ивановской башне и частично повреждена кирпичная кладка в верхней части подкровельного пространства. Матчи Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде посетят 200 тысяч болельщиков. Треть из них – иностранцы. На ближайшую игру в Швеции – Южная Корея, которая состоится 18 июня, в наш город приедет 5000 шведских фанатов. Тем не менее, большинство зарубежных гостей ожидают из Аргентины и Мексики. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вынуждены выходить на улицу в резиновых сапогах. Кроме того, лужа затрудняет детям путь в гимназию, которая находится буквально через дорогу. Старожилы говорят, что до того, как в их дворе началась кампания по подготовке к Чемпионату мира по футболу, на месте нового тротуара был ливневый колодец, который рабочие закатали асфальтом. Погода пока что не радует теплом, с неба периодически идет дождь, а ведь этот дом и его территория находятся на пути следования болельщиков на стадион Нижний Новгород. Если ситуация не разрешится, то фанатам вместе с жильцами во время очередных осадков придется пересекать это место, как реку, вброд. Нижегородские законодатели отчитались о доходах. Самым богатым среди нерядовых парламентариев оказался председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Андрей Тарасов. В своей декларации он указал сумму в 24 миллиона рублей. Эти деньги получены от продажи земельного участка площадью в 1400 квадратных метров. Сколько заработали руководители других подразделений законодательного собрания, расскажем далее в обзоре финансовых новостей. Глава Нижегородского парламента Евгений Лебедев за прошлый год доработал почти 6 миллионов рублей. У него в собственности три квартиры, земельный участок, автомобиль, снегоход и два прицепа. Председатель фракции КПРФ Владислав Егоров указал в декларации доход в 3 миллиона рублей, за год став богаче на 1 миллион. Председатель фракции Единой России Ольга Щетинина заработала почти 3 миллиона рублей, также увеличив свой капитал. А в графе «недвижимое имущество» у нее значатся квартира и нежилое помещение. Доходы председателя комитета по государственной власти Валерия Осокина составили более 3 миллионов рублей. В собственности у него два автомобиля – мотороллер, две моторные лодки, снегоход и мотовездеход. Меньше всех в прошлом году заработал председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов. Он указал доход в 2 миллиона 600 тысяч рублей, а также занес в декларацию автомобиль «Тойота» и частный дом. Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области за прошедшую неделю. Так, картофель снизился в цене на 3%. Яйца – более чем на 2,5%. Чай – на 2%. Кроме того, в регионе значительно подешевели молоко, вермишель и рис. Нижегородцы с 19 июня смогут напрямую летать в Анапу. Рейсы на Черноморский курорт будет выполнять компания «Ишавиа». Стоимость перелета в эконом-классе начинается от 8 тысяч рублей. Полеты будут выполняться по вторникам в 15.40. Время пути – 2 часа 20 минут. Министерство финансов Российской Федерации повысило прогноз по росту реальных зарплат граждан в текущем году до 6,3%. Такой показатель во время обсуждения бюджета страны в Госдуме озвучил глава ведомства Антон Силуанов. Министр считает, что такой рост абсолютно реален и его вполне возможно достичь. По данным Центробанка, курс доллара на пятницу – 61,91 рубля. Евро – 73,17 рубля. Цена за баррель нефти марки «Брэнд» – 75,71 доллара. У нас сейчас пришло время для нашей постоянной совместной рубрики с благотворительным фондом «Сострадание НН». Каждый день в приюте вас ждут десятки виляющих хвостиков в надежде, что именно вы их приютите. Но если у вас нет возможности забрать животное к себе домой, то вы можете выступить в качестве волонтера и пообщаться с питомцами на их территории. Кстати, в фонде постоянно проходят уроки сострадания для самых маленьких. На одном из таких сегодня побывала Надежда Рожнова. Подробности в нашем селфи-репортаже. Прямо сейчас мы отправимся с вами на занятие «Благотворительный фонд «Сострадание НН», где деток обучают, как правильно общаться с бездомными животными и как им помочь. Первая часть занятия практическая. Детям рассказывают о жизни животных и о том, как им помогать. В нашем приюте действует программа духовно-нравственного развития, которая называется «Уроки сострадания». Эта программа рассчитана на час-полтора. В процессе этого урока дети узнают о том, как живут животные в приюте и о том же, как ухаживать за животными. Много информации о том, какие жестокие случаи происходили с животными, поступившими к нам в приют, дети тоже узнают. Это сделано для того, чтобы детки понимали, что у этих брошенных животных действительно тяжелая судьба. Красивая, красивая какая. Зайка. Занятия делятся на три части. Вначале идет лекция, далее дети идут в вольер к собакам и кошкам, а после чего их ждет третья часть. Одна из самых интересных частей урока сострадания – это практика. Прямо сейчас ребят разделили на пары и дали им по одному песику, чтобы они пообщались и поиграли вместе с ними. Для собак – это важное общение с людьми. Они все-таки здесь сидят одни, им все-таки важно контактировать с людьми. Поэтому вот в первом случае для собак. Да, ну и мы можем пообщаться с животными. Да, мне нравится общаться с животными, потому что даже вот когда просто гладишь собаку, получаешь много удовольствия и чувствуешь доброту собаки. Ну, нам здесь нравится, потому что нас учат помогать животным, заботиться о них, нас учат жизни с животными. Мы будем им стараться помогать, желать лучшего и финансами будем им помогать. Кстати, вы тоже можете попасть на такое занятие в благотворительный фонд «Сострадание НН». Для этого вам нужно записаться по номеру телефона 2-162-162. Лекции ведутся для групп от 4 до 25 человек. Ограничений по возрасту нет. С собой вам необходимо взять лакомства для животных и прийти в спортивные одежды. Помимо занятий в благотворительный фонд постоянно требуются волонтеры. И не забывайте, что каждый песик и каждая кошечка, находящаяся здесь, мечтает обрести свой дом и самых ласковых хозяев. Переведите их, и вы обретете настоящих друзей. Урок заканчивается обязательно фотографированием, вручением дипломов и подарков. Но самое главное – это то, что остается в сердце и в головах у этих детей. Любите животных. С вами была Надежда Рожнова. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Сознался в убийстве. Пенсионер из Сосновского района пришел в местное отделение полиции и рассказал о совершенном преступлении. Мужчина, природновав свою сожительницу, жестоко ее избил. От полученных травм женщина скончалась. Как стало известно следствию, ранее подозреваемый уже был судим за убийство супруги, совершенное таким же способом. Криминальную хронику продолжит рубрика «Место происшествия». В Кстовском районе перед судом предстанет владелец батутного центра, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомню, в январе прошлого года 13-летняя девочка прыгнула на твердую поверхность батутной конструкции и в результате получила закрытый перелом позвоночника. Как оказалось, сотрудники центра не объяснили ребенку правила поведения и безопасности. Кроме того, во время занятия тренеры за девочкой не присматривали. Следователи Следственного комитета полагают, что именно обвиняемый осуществлял коммерческую деятельность и оказывал население услуги с использованием спортивных батутов, которые не отвечали требованиям безопасности. Индивидуальный предприниматель не обеспечивал требованиям безопасности эксплуатации аттракционно-батутный комплекс «Панда». Работу центра не приостановил и тем самым поставил под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетней посетительницы батутного центра. Отмечу, что свою вину обвиняемый не признал. Два с половиной года условно за хулиганство и причинение побоев. В Нижнем Новгороде вынесли приговор сотруднице отделения почты России, которая находится на улице Невзоровых. Напомню, в ноябре прошлого года девушка нахамила пожилой женщине, которая пришла на почту за 30 минут до закрытия отделения. После просьбы посетителей обслужить их, сотрудница пришла в ярость и распылила им в лицо газ из перцового баллончика. Свою вину в совершенном преступлении женщина не признала. Совершил три столкновения, одно из которых попало на запись видеорегистратора. В Сарове дорожные полицейские задержали нарушителя по горячим следам. Водитель Вазовской, 15-й, был сильно пьян. Помимо столкновения с авто владельц регистратора, мужчина врезался в две припаркованные легковушки. Пытался перестроиться в правый ряд, в результате получил удар в заднюю часть кузова. Водитель Черной Лады стал виновником аварии на проспекте Гагарина. Мужчина не включил поворотник и не убедился в безопасности маневра. От удара у легковушки отлетел бампер. Водители и другие участники дорожного движения не пострадали. Авария на улице Гайдара унесла жизнь женщины. Автоледи не справилась с управлением и на высокой скорости врезалась в столб. От удара сработали подушки безопасности, но пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков. А что умеет делать ваш ребенок? Играет на скрипке, рисует как Ван Гог или проводит на сцене больше времени, чем дома? Поделитесь фото или видеозаписями с нами. Отправляйте материалы на почту первого городского телеканала канал 1нсобакамail.ru. Мы ждем. Мы ждем ваши рисуночки. Мы ждем ваши поделочки. Мы ждем видео с ваших вокальных, танцевальных выступлений. В общем, мы ждем все, чем вы можете гордиться и поделиться с нами. Лучших из лучших мы будем ждать в торговом центре «Небо» на первом этаже около сцены 16 июня. Будет большой детский праздник, концерт, и мы сможем наградить и подарить призы и подарки от наших спонсоров и партнеров. Итак, мы дарим сертификаты в детский салон «Веселая расческа». Сразу несколько рюкзаков от магазинов «Империя сумок» «Витачи Кидс» и модные портфели и кошельки от «Мега Топ номер один». Отправляйте ваши заявки до 15 июня, а 16 числа приходите на концерт в торговый центр «Небо». Летний град, фристайл глазами футболиста и новый клип Сергея Безрукова и его рок-группы. Чему еще удивлялись интернет-пользователи, покажем и расскажем в нашем обзоре социальных сетей. Шла вторая неделя лета, светит солнышко, поют птицы и идет град. Кажется, в нашей области это становится нормой. Интересно, в этом году нижегородцам удастся покупаться в водоемах или придется ограничиться лужами? Все мы видели со стороны, как мальчишки чеканят мяч. Интересно, а как эту картину наблюдают сами спортсмены? Нижегородский фристайлер Алексей Распопин записал видео «Взгляд сверху». Интересно, у них кружится голова в этот момент? Или это дело спортивной привычки? Жители города сотворили своеобразный памятник синему забору. Конечно, его очень быстро убрали с набережной, по крайней мере, быстрее, чем сам синий забор. Даже как-то непривычно без него. За 12 лет он уже стал нам родным. Когда вы слышите имя Сергея Безруков, в вашей голове невольно звучит строчка из песни «Отчего так в России березы шумят?» Видимо, поэтому актер решил сменить амплуа и собрал свою рок-группу. Вообще-то все это отдаленно напоминает сцены из «Бригады». Группа Сергея называется «Крестный папа» и это их первая композиция. Этот проект он сделал для себя, как говорится, для души. Вот что значит ломать стереотипы. Ну а теперь к новостям Чемпионата мира по футболу. Наталья Арейра представила в Москве неофициальный гимн события, но привлекло журналистов совсем другое. Наталья промурлыкала свою любимую русскую мелодию из мультфильма про Чебурашку. Иногда кажется, что певица имеет наши корни. Ну нельзя, нельзя быть настолько родной для русских людей. Ну а какие интересные события произошли в жизни нижегородцев, они расскажут сами. Дыхать ездила в Грецию, недавно приехала. Знал экзамены по-русскому. Меня это очень радует. За последнее время у меня произошел день рождения. В очередной раз мне исполнилось 18 лет. У меня был отпуск. И я провел его дома. Продпраздник день города на носу. Будем гулять, отдыхать. Мы купили новый телефон. Ура! Еще погода была какое-то время хорошая. Тоже было очень хорошо. Ну и далее наш выпуск продолжит прогноз погоды. И вот, что ожидает нас в ближайшие три дня. Субтитры предоставил DimaTorzok И на этом наш выпуск завершен. Мы желаем вам отличного настроения. Только хороших новостей. До встречи в городе. Добавил субтитры предоставил DimaTorzok Добавил субтитры предоставил DimaTorzok